МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФСБ России требует от Дурова открыть данные пользователей Телеграм. Несуществующие платежи, как пенсионный фонд, борются с интернет-провокаторами. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сегодня подает заявление об отставке. С раннего утра эта новость разнеслась по всем социальным сетям и информационным сайтам. Но официальной информации не было. Лишь к обеду глава Дагестана лично прокомментировал свой уход. Ума Ибрагимова продолжит тему. И вот это очередное подтверждение. Дыма без огня не бывает. Слухи о возможной отставке Рамазана Абдулатипова с каждым днем все активнее муссировались в обществе. Сегодня глава Дагестана заявил, что собирается написать заявление об отставке. Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Это фрагмент интервью Абдулатипова радиостанции «Говорит Москва». Журналисты дозвонились до главы и прямо спросили о слухах. В качестве основной причины своей отставки Рамазан Абдулатипов назвал свой почтенный возраст. 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем вопросам республика находится на подъеме. Она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. И как тут не вспомнить послание главы Народному собранию в текущем году, когда Абдулатипов четко заявил всем присутствующим, что нужно оставить все разговоры об отставке. Видео поддерживает президент страны. У вас уже снимали 48 раз с работы. На сегодняшнее число 52 раза. Это бесполезно, ребята. Не занимайтесь этим. Это вам не поручено. Ко мне нормально относится президент страны, представитель правительства страны. Даже Аллах, иншаллах. Смотрите, какая погода. Впрочем, официальный комментарий пресс-служба главы Республики пока не дает. В кулуарах власти, кажется, лишь занято обсуждением новости и гаданием, кто же будет следующим руководителем Дагестана. Ума Ибрагимова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. А вместе с этим один из министров Дагестана тоже подал в отставку. А именно, министр по делам молодежи Республики Арсен Гаджиев. Об этом он написал в своем инстаграм. Цитирую. «Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу». И к другим новостям. Выплаты за долгий брак или надбавки за детей, рожденных до распада СССР. В пенсионном фонде Дагестана огромные очереди людей, требующих компенсации многочисленных сумм. Почему в Дагестане продолжается ажиотаж по несуществующим платежам, выясняла Ларяна Шамхалаева. Вот так выглядит скопление людей, услышавших сногсшибательную новость о доплате за детей, рожденных до 90-х годов, и брак дольше 30 лет. Еще в середине августа по всей стране некий злоумышленник пытался якобы разоблачить пенсионную систему России. На клиентские службы ПФР обрушился шквал обращений. В Дагестане до сих пор ежедневно продолжают рассматривать до 200 заявлений о перерасчете пенсии. Был пример у нас, инвалид первой группы, с утра появляется, там нечуть ли его на носилках несут. И причина, его родная племянница, это надо же у него такое, это самое, с утра разыграть своего там дядю. Вот черега передавали, если вы сегодня с утра пойдете туда в пенсионный фонд, вам будет 30 тысяч выплачивать. Я прямо с кабинета набираю, там жена инвалидка, дочка инвалидка, сын имеется сам инвалид. Всех притащили туда в пенсионное отделение за этими деньгами. Ну, как можно так шутить, тем более больными людьми. Вот истинная причина ажиотажа в пенсионном фонде. Социальные сети распространяют ложную информацию о несуществующих выплатах в несколько десятков тысяч рублей. СМС-ка получила на телефон, что на каждого ребенка где-то такая сумма хорошая, 5 тысяч, что-то такое. Поэтому вот принесла документы. Сейчас вам объяснили, что на самом деле на каждого ребенка не такая сумма. Еще не успели объяснить, вот такая пошла, я и сижу. Я тоже на похоронах сидела, мне там говорят, Адалийна, вот такое вот дело, вы знаете это? Я говорю, я не знала. Я очень обрадовалась этому, и я сейчас тоже сегодня пришла узнать, вообще-то мне выплата будет или нет. Неприятная ситуация, вызвавшая наплыв пенсионеров в столицу из районов, заставила сотрудников пенсионного фонда проводить экстренные совещания, на которых было принято решение создать дополнительные клиентские службы в поселковых администрациях. Понимая, что это ажиотаж надо снимать, ну, было принято такое решение, примерно с Улакой создали отдаленный участок, чтобы оттуда вообще сюда люди не выезжали. Пришлось создавать Шамхали, Красноармейские, Леникенты создали, Хушиты создали, Кахулая создали. Это дополнительный, сколько сил нам пришлось, чтобы это ажиотаж нет. В республике Дагестан 691 тысяча пенсионеров, и приблизительно 10% могут рассчитывать на перерасчет пенсий. Однако даже у этой категории граждан увеличится она может максимум до 1000 рублей. Специалисты призывают дагестанцев не верить ложным провокациям в социальных сетях. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. ФСВ потребовало от приложения Телеграм расшифровать переписку пользователей. За отказ сделать это в отношении создателя ресурса составлен протокол об административном правонарушении. Ранее Павел Дуров неоднократно указывал, что не намерен сотрудничать со спецслужбами и госорганами каких-либо стран и обещал защищать переписку пользователей. Основатель популярного мессенджера дал понять, что из-за сложившейся ситуации отказывается от дальнейшего посещения России, несмотря на то, что здесь живут его родители. Накануне стало известно, что Иран завел уголовное дело на Павла Дурова. Власти страны обвиняют его ресурс в том, что им активно пользуются террористы, продавцы наркотиков и распространители детской порнографии. Яндекс – российская транснациональная компания, владеющая одноименной системой поисков сети интернет-порталами, службами в нескольких странах. Ежемесячно поисковик обрабатывает до 7 миллиардов запросов. Яндекс является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обработанных запросов. Недавно главному поисковику России исполнилось 20 лет. За это время он стал номером один в стране, став главным конкурентом Гугла. Является ли он номером один у нас в республике, узнавал Абдул Алиев. В конце 90-х компьютер и, соответственно, интернет в доме считались роскошью. Сейчас же никто не может представить свою жизнь без доступа к всемирной паутине. Вся нужная нам информация всегда под рукой. Остается только выбор браузера и поисковой системы. В России поисковиком номер один считается Яндекс, которому на днях исполнилось 20 лет. Сегодня все-таки на рынке много браузеров. Яндекс – это, конечно, не номер один, но, на мой взгляд, это, наверное, третье место можно ему назначить. На первом месте, безусловно, это Chrome, Google, который продвигает. Потом Mozilla Firefox, там, конечно, Яндекс и потом уже Opera, хотя Opera, можно сказать, это самый старый ветеран на рынке браузеров. На долю Яндекса приходится более 50% всего поискового трафика в России. Это единственная поисковая система в мире, которая на равных конкурирует с мировым монополистом Google. Кроме России, региональные версии Яндекса работают в Турции, Белоруссии и Казахстане. Также компания имеет офисы в КНР, Нидерландах, Швейцарии и Германии. А каким браузером пользуются у нас в Дагестане? Какая поисковая система сопровождает их по жизни? Сейчас мы и узнаем. Chrome? Почему именно Google? Все устраивает. Картинки тоже прикольные. А что скажете о Яндексе? Ни разу не заходил, честно сказать. А что слышали, например? То, что российский. Тоже хороший браузер я слышал. Так Safari через телефон. А Яндекса? Нет. Google Chrome? Да. А что о Яндексе скажешь? Ничего, а что сказать? Яндексом. Яндексом? Скажи, почему? Яндекс очень хороший для меня браузер, потому что он защищает от всяких вирусов, не дает выйти на ненужный сайт. Браузер Google, а поисковик Яндекс. По итогам опроса стало ясно, что многие жители республики отдают предпочтение зарубежному браузеру Google Chrome. На сегодня это безусловный лидер, и на вопрос, какой браузер самый лучший и быстрый, подавляющее большинство пользователей ответит – конечно, Chrome. По роду моей работы я часто сталкиваюсь с какими-то неполадками системными, помогаю пользователям и обращаю внимание, естественно, на то, чем пользуется сам пользователь. Яндекс.Браузер не так часто встречается, как Chrome. В России, не знаю, из каких соображений так говорят, что он номер один. Но он удобный, конечно, все они бесплатные, им удобно пользоваться. У него встроен уже поисковик, там же и другие всякие функции имеются. Но, на мой взгляд, все-таки Chrome, он такой более проще, что ли. Еще 10 лет назад обычным пользователям было доступно всего несколько веб-обозревателей. Сегодня ситуация изменилась. Десятки, если не сотни браузеров, каждый со своими преимуществами обязательно находит отклик в той или иной группе пользователей. По большому счету, все браузеры – как одна большая энциклопедия. Если мы захотим получить какую-либо информацию, при помощи нескольких нажатий или же голосовой команды мы, конечно же, получим ее. Но у каждого из браузеров есть свои фишки. И кому-то они по нраву, а кому-то нет. Но тут, как говорится, дело вкуса. Женщины Саудовской Аравии скоро смогут сесть за руль автомобиля без страха попасть под арест. Король Салман бен Абдул-Азиз издал указ, разрешающий выдать им водительские права. Реформа вступит в силу в июле 2018 года. Ее поддержало даже духовенство. Разрешение опекунов на получение водительских прав женщинам не понадобится. В Саудовке боролись за право водить автомобиль наравне с мужчинами более 25 лет. Они проводили акции в соцсетях, а самые храбрые садили за руль и устраивали автопробеги протеста. Официального запрета на вождение для женщин Саудовской Аравии нет, но общественная мораль и традиции делают свое дело. К тому же водительские права могут получать лишь мужчины. А если женщину видят за рулем, то полиция может ее арестовать и выписать крупный штраф. Дагестан по праву принято считать родиной борцов. Республику прославляли спортсмены, которые не раз задерживали яркие победы на спортивных аренах России и Европы, демонстрируя силу и мастерство. Однако спорт хорош разнообразием видов, многие из которых республики не развиты. Одним из них является фехтование. О том, как в Дагестане пытаются возродить этот вид спорта, расскажет Зумруд Гамидова. В детстве каждый из нас играл в зоро и мечтал победить десятки врагов в одиночку. Теперь мушкетеры живут не только в книгах. Экспоцерти от грозь, единственная в республике школа по фехтованию, где обучают однажды этого вида спорта. Еще в середине прошлого века фехтование пользовалось среди дагестанцев огромной популярностью. Успехи в вольном борьбе тогда только стали проявляться, а фехтовальщик Владимир Назлымов к тому времени уже стал победителем Олимпийских игр. Фехтование со шпагами интересно многим, но в особенности детям и подросткам. Данный вид спорта нашел своих почитателей среди юных дагестанцев. Это очень красивый, эмоциональный вид спорта. Когда выигрываешь, хочется кричать, прыгать, а когда проигрываешь, обидно бывает. Это легкий вид спорта. И в отличие от футбола, я здесь могу чем-нибудь выиграть, что-нибудь занять. Несколько тренеров и минимальная материально-техническая база позволили возродить этот вид состязания в Дагестане. Это изящный и благородный спорт, которым с удовольствием занимаются и девочки. Дети этим занялись. В основном у нас девочки. Почему, кстати, именно девочки? Потому что у нас регион такой. Это у нас кто борется, кто дерется. Борцы, ударники, единоборцы. А вот девочкам нет у нас, чтобы заняться такого вида. Перед началом поединка вся экипировка проверяется. Спортсмен должен безупречно обладать холодным оружием, а их действия должны укладываться в логику дуэли. История фехтования в Дагестане берет свой отсчет с конца 30-х годов, вспоминая заслуженный мастер спорта по фехтованию Амирбек Богатов. На 70-е годы пришелся спад фехтования. Главной причиной стала низкая заработная оплата тренеров. Сегодня у нас занимается фехтованием более 70 человек в четырех группах. Тренировки проходят два раза в день. Сегодня в республике при поддержке регионального министерства спорта созданы все условия для занятий фехтованием. А тренеры готовят юных фехтовальщиков к первенствам Дагестана. Фехтование является аристократическим видом спорта. Поэтому это очень красивый вид спорта. И мне кажется, его надо понять, почувствовать этот вид спорта. И те ребята, которые пришли, они обычно редко уходят от нас. Они остаются в основном. И все-таки фехтование – взрослый вид спорта. И действительно серьезных результатов спортсмен сможет достичь не ранее 18-летнего возраста. Ну а тренеры Республиканской школы фехтования намерены возродить былую славу дагестанских мушкетеров. Зумруд Гамидова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. На этом у нас все. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова